В Кустанайе экс-директора Басаманского лесхоза освободили из-под ареста в зале суда. Вместо семи лет колонии, как просил прокурор, ему дали четыре года ограничения свободы. Напомню, Азгаджа Кашев предстал перед судом после крупного лесного пожара в Аюликольском районе за превышение должностных полномочий. По какой статье в итоге осудили бывшего главу лесхоза и кто возместит ущерб погорельцам, расскажет Нина Шапо. В суде номер два Кустаная вынесли приговор по громкому делу Азгаджа Кашева, бывшего главы Басаманского лесхоза. Именно с подведомственной ему территории начался крупный лесной пожар в сентябре прошлого года в Аюликольском районе. Свыше 40 тысяч гектаров леса уничтожил огонь, сгорели дома сельчан, домашний скот и дикие животные. Сначала осудили тракториста из-за неисправного трактора, с которого и начался пожар. Затем за превышение должностных полномочий и скоростных побуждений на скемье подсудимых оказался и глава лесхоза. По версии обвинения, он якобы, несмотря на пожароопасный период, разрешил работать частным бригадам в лесу и получал за это деньги на свой личный счёт. Судья же посчитала это недоказанным и осудила Жакашева только за халатность. «Исходя из того, что Жакашев страдает хроническими заболеваниями, а также учитывая то, что непосредственный виновник Ажара, Рапейка, был осужден к одному году ограничения свободы, суд счёл справедливым и достаточным соразмерным наказание в виде четырёх лет ограничения свободы. Это максимальный срок по статье 371, часть 2». В СИЗО экс-глава лесхоза находится почти год. На оглашение пришло много родных, друзей, близких и коллег подсудимого. Приговор они слушали со слезами и время от времени прерывали его громкими аплодисментами. В удовлетворении гражданских исков пострадавшим было отказано в связи с недоказанностью. Тем более дома сельчанам построили. Глава лесхоза такому приговору рад. А вот адвокат намерен и дальше отстаивать интересы Азгата Жакашева. В результате пожара был нанесён ущерб природе и людям на сумму 22 миллиарда тенге. По всей видимости, спросить эти деньги теперь попросту несково. И тракторист, и экс-глава лесхоза получили лишь ограничение свободы. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро, Костанай.